Симхат Тора Радость Торы Праздник в иудаизме Празднуем мы сразу после Суккот В Израиле на следующий день после Суккот Совпадает со Шмини Ацеры В странах Россияния на 9 день после Шмини Ацеры Обычно выпадает на месяц сентябрь В этот день завершается годичный цикл чечения Торы И сразу же начинается новый цикл Происхождение праздника следующее Симхат Тора как отдельный праздник Был известен уже во времена Талмуда Котором этот день называется Хафтара Однако особое празднование этого дня Установилось в эпоху Вавилонских Гаонов Ранним Средневековьем Когда трехгодичный цикл чечения Торы Был заменен на годичный С тех пор в этот день читается последний раздел Торы Везот Хабраха 33 и 34 главы Торозакония Тем не менее традиция начинать новый цикл В тот же день появилась позднее Симхат Тора Один из самых веселых праздников еврейского календаря Его с особой радостью отмечали советские евреи В 60-х годах они сделали его своим особым праздником Отмечаемым даже более радостно, чем Песах Хотя, с точки зрения еврейского закона, это менее важный праздник, чем Песах Советские евреи были так ограничены в совершении своих ритуалов Или плохо были особымлены о них Что выбрали самые веселые с праздником Вечером и утром Сихат Тора В синагогах устраивают Акафот Торжественное шествие со свитками Торы Вокруг возвышения в центре синагоги На котором читается Тора Акафот сопровождается танцами и всеобщим ликованием Которыми евреи выражают веру и любовь к Творцу Одни из самых светлых в жизни каждого еврея День Симхат Тора, завершая годичный цикл чтения Торы В синагогах по субботам читают заключительную главу И чтобы подчеркнуть непрорывность и вечность Торы Тут же начинают ее сначала На Симхат Тора принято вызывать к чтению Торы всех без исключения мужчин Даже самых маленьких мальчиков Во время праздничного ритуала Извлеченные из синагогального ковчега свитки Торы Семь раз обносят вокруг Бимы Всех присутствующих мужчин вызывают к чтению Торы Мальчиков, не достигших возраста Бармисвы Вызывают для чтения заключительной части этой главы Так называемой Кольха-Неарим Все мальчики Над головами мальчиков простирал Талит И собравшиеся произносят им благословение Данное Иаковом, Ифраиму и Менаше У доставшихся чести завершить годичное чтение Торы И начать новый цикл называют соответственно Хатан Тора и Хатан Барашит И в честь этих событий произносят соответствующие молитвы Возвращение свитков Торы в ковчег сопровождается праздничными песнопениями Еврейские законоучители приводят несколько причин того, что новый цикл чтения Торы Начинается в тот же день, когда заканчивается прежний В Медраше, описывающем как царь Соломон, царь Шломо Устроил праздник в знак дарования ему Всевышним особой мудрости Приводятся слова Раби и Лагара Мы приходим к выводу о целесообразности устроения праздника В день, когда мы заканчиваем читать Тору Ибо, когда сказал Всевышний царю Соломону Я дарю тебе мудрость и чуткое сердце И подобных тебе не было и не будет То Соломон, то час же устроил пир для всех слуг своих Дабы отпраздновать это событие И это значит, что приличествуем устроить пир И празднество в день, когда мы закончили чтение Торы С тем, чтобы не дать возможности сатане утверждать Что евреи рады завершению чтения Торы Но не жаждут начать читать снова Изначально существовал обычай, согласно которому Человек, заканчивавший чтение второзакония Тут же начинал читать книгу «Бытия» по памяти Поскольку существует правило Одному чтецу не дают двух свитков В дальнейшем возникла практика вызывать Торы двоих Один заканчивал читать книгу дворим После чего другой начинал читать книгу Берашит Таким образом использовались два разных свитка Веселого праздника вам! Всем хак Тора!